Алексей, приветствуем вас. Добрый день, Ольга. Звук отлично, все видим. Да, видите, хорошо. Тогда включаем полноэкранный режим. Отлично, можем начинать. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Рад приветствовать всех на виртуальном мероприятии 3D Soft Promotion. Спасибо большое организаторам за то, что дали возможность нам выступить, рассказать о нашем опыте, как мы входили и продолжаем работать в условиях текущей ситуации. Еще раз представлюсь, меня зовут Алексей Федорович, я начальник отдела продаж и КТ-продуктов компании А1 Беларусь. Перед тем, как непосредственно перейдем к самой презентации, пару слов о нас. Компания А1 Беларусь является частью европейского холдинга, А1 Telecom Austrian Group и исторически мы выходцы из мобильной сети. Нам 20 лет, мы развивали достаточно успешно мобильный бизнес, потом присоединили и начали развивать фиксированный бизнес. И уже несколько лет мы считаем себя больше, чем мобильным оператором, мы являемся полноценным ИКТ-оператором. У нас крупнейший в Республике Беларусь дата-центр на 800 серверных стоек, общей емкостью потребления 8 мегаватт. И есть другие направления бизнесов, такие как телевидение, интернет вещей, зеленая солнечная энергетика и так далее. Итак, сегодня мы поговорим с вами все-таки о том, кто теряет, кто выигрывает. И здесь хотелось бы начать с того, что только за одно последнее десятилетие человечество пережило ряд тяжелейших катастроф и катаклизмов, которые не укладываются в рамки самых фантастических предсказаний. И фактически каждое такое потрясение заслуживает быть хорошим сценарием для блокбастера. И здесь 52-летний ливанец, выпускник Сорбонны и Нью-Йоркс финансовый гуру Насим Талеб, называет такие непрогнозируемые события черными лебедями. Он убежден, что именно такие явления дают толчок как истории человечества в целом, так и существованию каждого отдельного человека. И чтобы преуспеть, надо быть к ним, конечно же, готовым. В 2020 году мир столкнулся с очередным потрясением. Это COVID-19. Если говорить о Республике Беларусь, то мы еще столкнулись, скажем так, с последствиями нефтяного кризиса. Несмотря на то, что у нас нефти в стране не так много, но влияние, конечно же, цен на нефть колоссально. Наша валюта сразу девальвировалась на 20%. И теперь перед руководителями компаний стоят вопросы. И необходимо найти как минимум на два ключевых. Это как перестроить свой бизнес наиболее эффективно. И, конечно же, как адаптироваться под новые условия и жесткие реалии белорусской и мировой экономики. Стоит признать, конечно, что есть отрасли, такие как туризм и хорико, для которых в текущей ситуации о выгрыше говорить не приходится. Из-за резкого сокращения потока клиентов, закрытия границ, карантина, данные отрасли рискуют оказаться на грани банкротства. Но для других отраслей сейчас самый подходящий момент, чтобы взглянуть на свою компанию свежим взглядом и понять, что в сложившихся условиях цифровизация предприятия становится важна как никогда прежде. На слайде лишь некоторые факты, которые уже стали реальностью и создают предпосылки для ускорения цифровой трансформации бизнеса. И те компании, которые начали процесс цифровой трансформации до того, как разразился вызванный COVID-19 кризис, они, конечно же, оказываются в более выигрышной ситуации. В принципе, их бизнес-процессы, подходы, стратегии демонстрируют намного большую готовность к эффективной работе в меняющихся условиях. Тем самым сложившаяся ситуация еще раз доказывает необходимость цифровой трансформации и демонстрирует ее преимущества. Да, нынешний период для многих станет периодом потерь, но в то же время он станет и отличной возможностью для переосмысления реальности, определения новых возможностей и путей их реализации. Надеемся, что многие бизнесы, многие компании не просто уйдут на удаленную работу и будут посетаться, приспособиться, а они будут действительно глубоко пересматривать свои бизнес-процессы для того, чтобы снижать стоимость этих самых процессов, повышать свою эффективность. Сейчас несколько слов о том, как непосредственно мы, как ИКТ-оператор, входили. И здесь стоит сказать, что, конечно же, пандемия затронула и компанию А1 как провайдера критически важной и сложившейся ситуации, ну, данной сложившейся ситуации инфраструктуры. Первое, что сделали специалисты компании, это провели работы по мониторингу технического состояния сети и подготовке к работе в условиях повышенной нагрузки. Все это делается для того, чтобы гарантировать клиентам компании доступ к необходимым им услугам и сервисам, а также непрерывность оказания технической и консультационной поддержки без сбоев и в полном объеме. Именно поэтому компания А1 уже анонсировала и предоставляет всем пользователям мобильного интернета в Республике Беларусь безлимитный интернет. Вот, если ранее пользователи покупали пакеты, то сейчас мы для всех его сделали безлимитным. Что касается взаимодействия с клиентами, то мы пересмотрели стратегию взаимодействия в сторону приоритетного использования дистанционных каналов продаж и обслуживания. Часть наших центров продаж и обслуживания закрыты на данный момент. И как бы ни развивалась ситуация в ближайшие месяцы, наша компания продолжит предпринимать все меры для того, чтобы наши клиенты оставались на связи, могли удаленно управлять бизнесом, а также имели доступ к разнообразному развлекательному контенту. Все решения для организации удаленного доступа к инфраструктуре, которые компания A1 предлагает своим клиентам, применяются и в случаях, когда самой компании необходимо обеспечить технологическую возможность удаленной работы для своих сотрудников. И нынешняя ситуация как раз такой случай. Приоритетным условием, которое должно самым строгим образом соблюдаться при организации удаленной работы, является безопасность данных. Где бы физически не располагалось рабочее место наших специалистов, все понимают, что мы ни в коем случае не должны допустить учечки данных. И чтобы предоставить сотрудникам A1 возможность работать удаленно, понадобилось предварительно оценить и приоритизировать бизнес-процессы, чтобы определить, какие именно подразделения могут выполнять свои функции в удаленном режиме без потери производительности и с сохранением бесперебойности рабочих процессов. Следующим шагом стало оснащение сотрудников необходимым оборудованием и, конечно же, программным обеспечением. На данный момент около 2000 сотрудников компании в Республике Беларусь работают удаленно. Конечно, были подразделения, такие, например, как наш отдел, которые достаточно просто перешли на удаленную работу. Взял ноутбук, гарнитуру, записную книжку и, в принципе, ты уже можешь работать из любой точки. Но одновременно достаточно интересно и быстро мы принимали решение по тому, как же организовать работу нашего колл-центра. Я думаю, что ну, не у одной или как минимум мало у кого из крупных компаний лежит на складе там тысяча или пятьсот ноутбуков на прозапас, на всякий случай, а численность сотрудников колл-центра достаточно высока. Переходить необходимо было на удаленную работу быстро и мы решили, что, скажем так, добавим необходимой мощности, развернем дополнительные инстансы VMware Horizon и предоставим возможность работы колл-центра через VDI. Вот. В таком случае наши сотрудники колл-центра смогут работать и использовать оборудование, то, которое есть у них дома. Это ноутбуки, стационарные компьютеры. в течение нескольких дней мы провели работы, провели тестирование и наши сотрудники ушли на работу. Сейчас мы можем говорить, что около 500 сотрудников колл-центра работает удаленно и достаточно успешно. На данном слайде перечислены основные вопросы, с которыми столкнулись наши клиенты и мы можем говорить, что как и КТ-оператор, вне зависимости от размера бизнеса, будь то интерпрайс либо малый бизнес, мы способны закрыть вопросы, начиная от продажи оборудования и заканчивая серьезно сложными системами приложениями на 100%. Вот. В частности, нашим клиентам, конечно, мы предоставляем специальные решения по телефонии, продаем, выдаем оборудование, предлагаем наши SaaS-решения, программное обеспечение совместно с нашими партнерами, в том числе и софт-промом. Вот. И если говорить непосредственно о интерпрайсе, то здесь мы сконцентрировали на том, что помогаем нашим клиентам предоставлять безопасный доступ с помощью виртуальных рабочих мест. Мы рассказали о своем примере перевода колл-центра банком и один из банков последовал нашему примеру. В том числе мы помогали развернуть для колл-центра введя и на базе Horizon. Есть еще пример в банковской сфере разворачивания для работы всего банка системы VDI на Citrix. Конечно, в это непростое время мы помогаем управлять IT-процессами, инфраструктурой. Многие наши клиенты воспользовались возможностью и ушли к нам либо в облако, либо перевезли как минимум часть своего серверного оборудования в дата-центр для того, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса, так как сейчас бизнес-центр фактически можно говорить о том, что пустует и у некоторых компаний никого нет в офисе. Опять же, аутсорсинговые компании не всегда справляются либо не могут помочь в оперативном решении вопросов. И здесь мы готовы и оказываем помощь нашим клиентам. Опять же, все клиенты, с кем мы говорим, мы рекомендуем как минимум хранить резервные копии их данных в облаке. Ну и желательно, чтобы это было в виде disaster recovery, чтобы при необходимости в считанные минуты они могли развернуть необходимую инфраструктуру и приложение в облаке. если говорить о малом бизнесе, то здесь мы сконцентрированы на том, чтобы предлагать более SaaS-решения. Вот опять же, мы предоставляем полностью комплекты. У нас разработано специальное решение, которое мы называем удаленный офис. Оно пакетное, непосредственно для дистанционного контроля бизнес-процессов и эффективной коммуникации распределенной команды, которая содержит в себе несколько услуг, но также эти услуги можно приобретать и по отдельности. Еще несколько слов непосредственно о тех решениях, которые достаточно интересны компании, и в целом эти решения используем и мы. Я его в том числе использую, это такое решение, как SIM-ID. Это услуга, которая предоставляет возможность электронной цифровой подписи на SIM-карте. И практически любой бизнес, который связан с бумажным документооборотом при использовании данной услуги может подписывать документы в том числе и без ноутбука, не знаю, токена, лишь с помощью смартфона это достаточно удобно, потому что даже те компании, которые поначалу перешли на удаленную работу, руководители были, скажем так, вынуждены достаточно часто выезжать в офис для того, чтобы подписывать документы. Вот. И второе решение, которое в первый месяц и сейчас пользуется популярностью, это решение смарт-касса. Это решение, которое представляет собой полноценный кассовый аппарат с сенсорным дисплеем, принтером для печати чеков и посттерминалом. Данное устройство позволяет принимать платежи и передавать информацию в налоговые органы согласно требованиям законодательства Республики Беларусь. Таким образом, те клиенты, которые переходили в онлайн, доставка росла и нужно было быстро расширять штат доставщиков и оснащать оборудованием. Могли буквально за день-два получить необходимый комплект в одном месте у нас, у компании А1, а не обращаться по отдельности в банки, в налоговые службы, осуществлять платежи и ждать недели. Подводя итог, хочется отметить, что даже в такой непростой ситуации, с которой нас вынудил столкнуться такой грозный вызов, как пандемия COVID-19, можно найти свои положительные стороны. То, что раньше было возможностью, сегодня для многих стало насущной необходимостью. Я говорю по-прежнему о цифровизации бизнеса. цифровизация бизнеса это тот шаг, который поможет не только легче адаптироваться к новой реальности и пережить сложные времена с минимальными потерями, но и станет шагом на новый уровень в будущем, когда кризис будет определен и тем самым шагом, который давно уже была пора сделать для того, чтобы оцифровать свои бизнес-процессы и возможно, что за те несколько месяцев, которые мы работаем удаленно, мы уже преодолели расстояние, которое без данной ситуации мы бы преодолевали в течение нескольких лет, а может быть и десятилетия. У меня все. Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы. Алексей, благодарю вас. Коллеги, если у кого-то есть вопросы к Алексею, пожалуйста, пишите в чате и пишите в блок вопросы-ответы. Ну, вопроса пока нет. Нет, ну, если появится, буду... не видеть ли вы опасность для человека с внедрением сетей поколения 5G с высокой плотностью использования коротковолнового облучения? Понятно. Спасибо большое за вопрос. Я думаю, что на этот вопрос должны по меньшей мере дать ответ, начиная с разработчиков и производителей оборудований, ну, и, конечно же, заканчивая контролирующими органами в тех странах, в которых мы живем и работаем. Ну, на сегодняшний день, если говорить о самой технологии, то, конечно же, разумных оснований о том, что 5G влияет непосредственно на здоровье человека, либо, тем более, я думаю, многие из нас слышали о том, что непосредственно есть обвинения о том, что непосредственно 5G становится виновником COVID-19. Ну, таких, скажем так, подтверждений каких-либо не найдено было. Вот. Ну, и я думаю, что это навряд ли. В целом, давайте доверять непосредственно исследованиям медицинским. Вот это, наверное, главное. спасибо. Пока не вижу следующего вопроса. Окей. Алексей, еще раз благодарим вас за то, что присоединились к нам. Спасибо большое. Спасибо, Ольга. Да, всего доброго, хорошего дня. До свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok